А мы поедем, мы помчимся на олейнах, Утром раним и отчаянно ворвёмся Прямо в снежную зарю. Эй, ты увидишь, ты узнаешь, Что напрасно с север крайним не попал. Прямо в снежную зарю. Эй, ты увидишь, что напрасно называют север крайним. Ты увидишь и узнаешь, что узнаешь, что увидишь. Я тебе его дарю. Эй, однако здравствуйте. Однако здравствуйте, и мы с вами поработаем друг с другом. Я поделюсь своими комментариями, Вы поделитесь своими комментариями. И, кстати, почему ещё я решил именно сегодня это всё сделать. Вот смотрите. Лариса Орлова. Спасибо большое, Геннадий Петрович. 25 лет назад я потерял отца после продолжительного год лечения. Так, сейчас мой сын 16,5 лет попал в хирургию с аппеницитом и начавшимся перитонитом. На 10-й день лейкоциты 19 сменили антибиотик на другой. Посещения запрещены. Я хотел бы, чтобы он пил натощак соду гашёвную кипятку, но там в отделении нет крутого кипятка. Я не знаю, для чего пить соду гашёвную с кипятком, чтобы подавить инфекцию. Насколько сода гашёвная кипятком против инфекции, я даже затрудняюсь, но там против ещё грибков, молочницы, ну да. Лишь бы какое-то средство, как бы сказать, что знаю, то и применяю. Думаю, как бы делать соду саму и передавать ему. А ему только разбавлять её немного горячей водой, чтобы пить тёплой. Ладно, у меня просьба к вам. Я хотел бы дать обед Богу, так как очень боюсь потерять ещё и сына. Несколько обедов уже дала. А обед – это вообще вещь очень хорошая, которая может действительно помочь в очень трудной ситуации. Можно сказать, даже в смертельной ситуации она может вам помочь. Но этот обед надо обязательно выпнуть. Прошу помощи высших сил, в том числе через вас, чтобы понять моё предназначение в этом мире. Очень больно и страшно. Хотелось бы послужить Богу и людям и сохранить сына. Ну это такое вот письмо. А теперь, что я хотел, вот это вот я прочитал, так сказать, вот вопли о помощи. Я хотел бы вам сказать, и уже я говорил до этого, что мой канал для людей, думающих самостоятельно, для людей, желающих заботиться о самом себе, чтобы, знаете, какие-то экстренные ситуации, ограниченные, граничащие вот так жизнью и смертью, они как-то не случались. Вы до этого не доводили самих себя. Не до больницы, где вас там будут лечить, не до перитонита с такими вот последствиями. Вот смотрите, я с вами делюсь своим мнением. Это канал для тех людей, которые более-менее анализируют свою жизнь, умеют анализировать, анализируют ее, прислушаются к своему организму. Это только по здоровью. Можно так сказать, анализируют обстановку, которая создалась вокруг них. Там на работе, допустим. Ну вообще вот обстановка, вы идете по улице там. И на основании этого делайте коррекции. Ну, например, вот я, допустим, пошел, что-то там в животе забурчало. Ага, я думаю, а что ж я такое съел, что там вот вызвал вот это вот все это бурчание, такие вот нехорошие явления. Ага, стул вместо того, чтобы быть колбасообразным, стал каким-то жидким, неоформленным. Какие-то боли там появились, допустим, ну, в кишечнике. Что? Че? Как? Почему? Вспоминаю, что там я ел, что там я делал. И вот это все на следующий день я уже устраняю, чтобы этого не было. А не то, что да, прошло и опять там будем дальше. Далее более сложные вещи. Допустим, я иду, и вот какая-то мысль в голову там залетела, такая, знаете, какая-то ненормальная. Что? Че? Откуда? Как? Почему? Я тоже это анализирую для того, чтобы понять истоки, что это такое со мной творится, с моим там сознанием? Какая-то мысль, да? Какой-то человек мне не понравился. Опять-таки, а почему он мне не понравился? А что такое случилось, что мне не понравилось? Что мне некомфортно, допустим, в это время было там наблюдать его или еще что-то. Почему это возникает? Я это анализирую, я это прорабатываю. С тем, чтобы, знаете, вот ты по жизни шел, похоже, как наблюдатель. И не воспринимал вот это негативно, а это позитивно. А чтобы было понятие, что да, и вот такие моменты есть, и это нормально. И вот такие моменты есть, и это нормально. И более того, старался в своей жизни делать так, а именно со своим мышлением, со своим поведением, и прочими вещами, которые нас окружают, для того, чтобы в этой жизни, ну просто-напросто, знаете, жить без всяких каких-то эмоциональных этих всплесков. Я считаю, и вам рассказываю, что вот мой канал именно для этих людей. Да, их мало, конечно, их мало, но этот канал именно для них. Я вам неоднократно рассказываю, и я просто-напросто на своем собственном примере это все понимаю. Мы в данный момент в своей жизни находимся закономерно, потому со здоровьем, с достатком, с окружением и прочими прибамбасами в жизни. Из-за того, что мы с вами гораздо раньше наработали, я все вам рассказываю о причинно-следственном мышлении. И для того, чтобы развернуть свою жизнь, ну как вы считаете, в лучшую сторону, в лучшую сторону, вот она у вас вот такая, вы начинаете ее потихонечку разгребать, без всякой, знаете, мистики и прочего, прочего, прочего. Просто ясно и понятно действовать. А то там вот мистику мы хотим, еще что-то там мы хотим, еще что-то там хотим. Можно обойтись без всякой мистики, тем более эту мистику особо никто не понимает. И я в том числе. И не хочу туда влазить, потому что это все равно, что, знаете, нырнуть в океан. Океан, вот отплыть туда, знаете, подальше, углы по океану, так сказать, подальше, чтобы берегов не было. И дай-ка я нырну. Вот это все равно, что вы вот с этим вот тонким миром и мистикой познакомитесь. Что там будет, кого вы встретите и как вас примут, большой знак вопроса. Ну, что я хотел сказать, я сказал, еще разок, возможно, повторю. Я постоянно анализирую свое состояние. Вот эта функция самоанализа, самооценки, она наработалась не сразу, естественно. Как-никак идет. Восьмой десяток начался жизни. То есть это приобретается путем, ну, лично для меня, довольно-таки долгих наработок, сопоставлений. И я, в конце концов, начал ориентироваться. Как вы мыслите? Потому что тут постоянно такие. Вот сейчас у нас внук, жена за этим внуком там бегает, то-се, пятое, десятое. Ты тоже что-то там такое хочешь сделать хорошее. А получается, вот смотрите, получилось следующее. Я его покатал на плечах двухлетнего внучка. Вот. И передаю жене. Она вроде протянула руки. И я, как бы сказать, вот так наклоняюсь. И он головой ей бьет сюда. Себе наливает шишман. Здесь жена развивает себе гобу. Ну, что ж ты не ловила? Вот ты руки протянула. Что ты не ловила? Как, как, как это вышло? Понимаете? Средь всеобщего веселья, так сказать, вот все там. И жена была довольна, и я доволен, и внучок там. И только бах! Совершенно иной результат. Какая реакция? Видите, как такие вот вещи случаются. Какая там реакция идет? Что? Что? Как? И при этом, ну, все-таки остаться с этим более-менее спокойным. Не вспыхнуть. Не ругаться с друг другом там, а тем более там драться. Чтобы вот такие вот вещи случаются. Анализ, что с вами происходит, где колонула. Причем, ну, колонула, допустим, разок, да, разок, но с кем не бывает. А вот если другой, третий, надо обратить внимание. Ага, если там ногу что-то там тянет, какой-нибудь лимфоузел. Ага, опять-таки, а что там, почему-то? Я уж не говорю о том, что там суставы заболели. А что сделать? Чтоб не болели. И многие-многие другие вещи. То есть, чтобы вы не просто как-то жили, знаете, бездомно. Чтобы вот такие ситуации у вас. Вы закономерно влазите в эту ситуацию. А потом уже начинается у вас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А почему же это такое произошло? То есть, ко всему относитесь спокойно, рассудительно. И старайтесь понять, что и для чего, и как. И тогда как-то в этой жизни более-менее какой-то у вас порядок, какая-то гармония наступает. И что выражается в удовлетворенности? Вы удовлетворены собой, жизнью, окружением. Если хотите что-то поменять, ну, значит, надо действовать. Ну, вот так вот получается. Так.